Запуск новой станции водоподготовки позволяет обеспечить качественной питьевой водой более 6 тысяч человек. Ее производительность 3 120 кубических метров в сутки. Сегодня мы открываем станцию водоочистки в лесном городке, в Нейсоке. Ту станцию, которую люди давно уже ждали. Порядка 6 тысяч человек получат чистую воду без примесей железа, фтора. Здесь работало три скважины. В одной было превышение в два раза фтора, в другой в четыре раза превышение железа. Безусловно, все это сказывалось на здоровье жителей. В основном страдают почки, печень от такой некачественной воды. Жалобы на качество воды в поселке Нейсок звучали достаточно часто. Поэтому решение установить станцию водоочистки стало для представителей местной власти приоритетным. В Московской области большое содержание железа в воде. И наш поселок всегда страдал от того, что вода была желтая, оранжевая. Люди жаловались, писали во все органы, во все инстанции. И вот сегодня такое мероприятие. Вот мне самой, даже как депутату и как жителю этого поселка, мне самой не верится, что это происходит. Потому что мы добивались этого очень долго. И когда Андрей Робертович приезжал к нам летом, в общем-то даже и тогда не верилось. Мы ходили с ним по всем станциям, по водозаборам. И рассказывали про воду, и тогда мы не верили. И в настоящий момент, если эта станция водоочистки заработает, то больше половины поселка будут через некоторое время с чистой водой. Станция состоит из двух систем обезжелезования и обесторивания. Первая включает в себя пять фильтров и имеет автоматическую систему самоочистки. Вторая берет на себя функции обратного осмоса и автоматического управления системой обесторивания с датчиком замера показателей наличия авторидов. Что позволяет обеспечивать необходимый подмес очищенной воды. Глава района добавил, что в 2017 году в Одинцовском районе было установлено девять новых станций водоподготовки. В том числе три в военных городках. Чистую воду получили 33 тысячи человек, а это каждый десятый житель района. В этом году на территории муниципалитета также планируется установить девять станций водоподготовки.